Звук, который пробирает до мурашек. Услышав такой, нужно тут же бежать в одно из убежищ, которые расположены в нашем городе. Здесь вы будете защищены от всех угроз. Вход в убежище оборудован несколькими дверьми, которые имеют достаточную толщину, чтобы защитить укрывающихся от воздействия радиации и высокого давления. После того, как человек попадает в убежище, он тут же становится укрываемым. В зависимости от вида угрозы входные двери могут быть закрыты или открыты. Здесь может собираться до нескольких тысяч человек. В зависимости от высоты помещений предусматриваются двух- или трехъярусные нары. В нашем случае представлены трехъярусные нары для укрываемых. Рядом с местом для укрываемых есть пункт раздачи питьевой воды. В данном помещении у нас расположены запасы воды для укрываемых, которые создаются из расчета 2 литра на человека в сутки. Вода постоянно хлорируется, а раз в полгода ее полностью очищают. В убежище все создано для защиты укрываемых. Для обеспечения укрываемых средств индивидуальной защиты предусмотрено помещение, где содержатся противогазы, которые будут выдаваться при занятии в убежище. В каждом ящике находится достаточное количество противогазов, которые включают в себя сумку, шлем-маску и коробку. В убежище также есть электричество. Электроснабжение убежищ обеспечивается как от внешних источников, так и наличием резервных источников электроэнергии. При нарушении внешнего электроснабжения запускается резервный источник питания. Могу продемонстрировать. Без свежего воздуха люди также не останутся. Сейчас мы находимся в фильтре вентиляционной установки. Основным элементом, который является фильтр поглотителя, который позволяет обеспечивать укрываемых чистым воздухом. Это так называемые легкие бомбоубежища. Включаются они простым нажатием кнопки. Здесь есть и медицинский пункт для оказания помощи, а также простые удобства, такие как умывальники и туалеты. Мозговой центр убежища – это пункт управления. Пункт управления убежища обеспечивает связь непосредственно с руководством предприятия. Также здесь на пункте управления имеется система радиовещания, которая позволяет связаться со всеми подразделениями предприятия. Входов и выходов из убежища несколько. В случае, если основные выходы оказались завалены, всегда есть запасной. Откуда человек сможет прямиком попасть на свежий воздух? Это единственный выход, который выведет человека на свежий воздух. Все остальные – подземные. И в нужный момент укрываемый легко сможет покинуть убежище. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».